меняем колодки тормозные самостоятельно. это не сложная задача. колодки уже куплены. все зависит от вашего желания. какие вы купите есть более дешевые и более дорогие. что необходимо сделать. не буду показывать как поднять на домкрат и колесо снять. но что необходимо сделать это вот сюда добраться. здесь есть пробочка резиновая. просто снимается. и сюда вставляем ключ шестигранник на 7. вставляем шестигранник и откручиваем. у меня было закручено не очень плотно. может быть у вас там плотнее нужно приложить усилия. откручиваем просто этот. такой же с другой стороны. вот этот. здесь тоже самое. на 7 вставляем шестигранник и откручиваем два болта полностью. собственно сейчас этим и займемся. и так полностью откручиваем. что необходимо сделать я открутил. теперь его нужно снять. он будет цепляться например вот здесь и не будет выходить. что необходимо сделать раздвинуть. там поршень слишком вышел. его поршень нужно затолкнуть. каким образом? например вот сюда вот вставляем отвертку и потихонечку раздвигаем. оно со временем раздвигается таким образом. заталкивает туда поршень. все затолкнули. и теперь мы можем все это снять. вот в таком состоянии у нас сейчас колодки. а вот такие они новые. поэтому конечно же их нужно поменять. ну сейчас этим и займемся. просто вытаскивается. новое вставляется. но сначала предварительно чтобы он туда залез. нужно еще сильнее туда затолкнуть колодку. поршень. вот еще то что мы сделали. только нужно еще сильнее его туда затолкнуть. точно так же. каким-то рычагом. пытаемся его туда потихонечку. но обратите внимание. сейчас вы в данный момент поднимаете уровень в бачке. он когда уезжает. выталкивает жидкость. и у вас там может жидкость через верх потечь. поэтому контролируйте. если был верхний уровень то может переполнится бачок. особенно если вы меняете сразу две. с одной стороны. с другой стороны. у меня был минимум. поэтому я сейчас посмотрел нормально. нормально. ну и все собственно. а теперь ставим туда нормальные хорошие новые колодки. помогаем ему туда залезть. не хочет. это хорошо. они там даже не жестко. иначе будут тарахтить железо об железо. помогаем туда залезть. отверточкой. заталкиваем. вот так. и вот он там спокойненько себе сидит. все отлично. вот таким образом. и в обратной последовательности ставим. никаких трудностей самостоятельно поменять. колодки нет вообще. повторяйте. и назад вставляем. закручиваем. это все что необходимо. болты закрутили. пробки в резиновое колесо на место. и все. не буду показывать дальше. потому что в этом нет смысла. всего доброго. подписывайтесь на канал. увидимся. все таки хочу продолжить видео. у меня смотрите. здесь колодка с длинным усиком и с коротким. с коротким усиком становится вот сюда на сам цилиндр. а с длинными вот сюда на наружу. на выход. поэтому обратите на это внимание. чтобы вы не перепутали. думаю что здесь все понятно. и вот через верх мы можем заехать. заехать. вот таким образом. вот так. собственно они цепляются здесь вот в такой бортик. вот так. и теперь вот в этот зазор если его мало то раздвигаете еще. если сюда. а судя по размеру мало. нужно еще заталкивать туда цилиндр. пока не будет достаточно. он потихонечку но идет. толкаете толкаете и он потихонечку заталкивается. вот я еще затолкнул. стало больше. и так потихонечку заталкиваем. заталкиваем. пока не затолкнете на толщину своего диска. теперь уже совсем все.